всем большой привет мы сегодня идем зоопарк вот такие вот мы красивые дать им эти джинтики в общем ему одела сегодня футболочку джемпер вот идем сегодня в зоопарк московский прогуляемся я вам тоже постараюсь поснимать побольше насчет такой ветер сегодня с утра но вроде бы обещаю то что будет 22 градуса но прохладно конечно ну вот зоопарк мы приехали ехали мы где-то девчонки наверное 40 минут я вам показываю сейчас как выглядит зоопарк снаружи очень красивое здание мне так она очень понравилась визуально и кажется как будто зоопарк такой небольшой потому что здание маленькое снаружи а когда заходишь внутрь девочки такая обширная территория так много разных лабиринтов ходов павильонов мы даже переходили через мост через дорогу которая на улице чтобы попасть еще в одну площадь да и там погулять походить посмотреть животных в общем площадь огромное конечно народу тоже очень много хотя мы поехали утром утром было самом начале не очень много людей а когда мы уже выходили потом из зоопарка где-то ближе к обеду там такая стояла толпа девочки я вам наверное вставлю сюда видео и покажу как было очень много народу это просто что-то с чем-то там очередь была километровая но так что могу сказать в принципе мне понравился сам зоопарк вот этой обширной территории красивым видом а очень много было сирене сирене я просто обожаю там разных видов было сирене крупное и мелкое и белое и розовое и сиреневое очень чисто очень красиво везде все такое ухоженное опрятное мне прям это очень понравилось вот этот вид да я не знаю конечно как там будет зимой мне кажется зимой там как-то не так будет красиво как летом поэтому наверное летом как бы больше посещаемость в этом зоопарке а так в принципе девочки знаете что я заметила то что очень много пустых павильонов то есть животных маловато ну как по мне для такой обширной территории идешь идешь там тут пустой павильон тут никого нет тут никого нет и приходится идти 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 чтобы кого-то увидеть но там было написано то что в некоторых павильонах проходит ремонт поэтому там животных нет там было написано то что и должны слонов завести там был всего лишь один слон я вам потом в дальнейшем покажу в ролике а так вот было маловато добыл один жираф был один слон было две панды в общем но животных не так много как я себе представляла а тут девочки вот этот белый медведь он не так понравился он такой прям мимимишный милаш он так купается сладко я прям на него смотрела стояла долгое время прям ее мне очень сильно он понравился прям такой вообще классно особенно мне понравилось как он ныряет вот сейчас назад будет нырять и и на спинку и вот так вот плывет прям так здорово вообще очень классный он но стекло такое грязное было я пыталась как-то снимать в тех местах где поменьше вот этих вот разводов но девочки как есть просто девчонки мне есть чем сравнивать я была в ташкенте в зоопарке он тоже такой достаточно большой там очень много животных разных разных животных там тоже и жирафы были единственное что там не было допустим если сравнивать с московским зоопарком это слоны и панды а так в принципе там вообще очень много разных животных и мне там как-то нравилось там было так все распределено допустим один павильон это обезьяны другой павильон там рыбы и так далее в общем и в общем казалось как будто вот так вот все наглядно не надо никого не ходить искать по такой обширной территории посмотрели животных ушли вот как-то мне там почему-то больше понравилось хотя сам по себе московский зоопарк он мне понравился своим видом вот своей красотой вот этой вода вот своей территории а так в принципе у меня не было восторга вау хотя я ожидала от московского зоопарка что я прям скажу вау я никогда такого не видела я хотела увидеть очень сильно панд прям вот как показывают до их вот видео как они там себя ведут играют но они в общем тот момент спали я вам чуть позже их тоже покажу они спали и совершенно не вставали и вообще вот здесь животное они как-то такие все расслабленные знаете вот допустим ташкенте когда мы были там были медведи их можно было кормить можно было кормить различных там козочек которые ну это такое же знаете как наверное контакт на зоопарк был да там там можно было и покормить как бы и посмотреть рядом постоять вот в москве в зоопарке там как бы все за стеклом то есть все застекли но если даже и есть вольеры такие которые глубокие да где там допустим львы и тигры и медведи то все равно никого кормить нельзя а там в ташкенте было кормить можно даже ему медведи кормили у меня есть даже несколько видео где я кормила медведя он вставал на лапы на задние и ловил представляете ловил ртом еду которую мы ему кидали а здесь такие животные они вот как бы но им ничего не надо видимо у них тут все так в избытке все в достатке потому что мы смотрели медведь там кушает и кабачок и капусту в общем очень много разных овощей у него было там он сидит кушает и даже не обращает ни на кого внимание вот как бы вот такие вот там до животные а вот таскенте мне понравилось именно тем что можно еще и покормить кого-то потрогать но еще есть такой момент если бы наверное мы хотели там очень очень долго и надолго оставались и смотрели бы допустим за животными вот допустим вот на этих вот обезьянок мы смотрели стояли наверное девочки минут 20 потому что они такие смешные это мама со своим детенышем и в общем очень смешные она так себя вела интересно так вставала и смотрела на людей что там показывала а этот постоянно дурел придурялся сейчас такие будут интересные вещи делать в общем смешные мы прям стояли смотрели и единственное на кого тимка обратил внимание это были вот самые первые вот эти вот обезьянки потом ему понравился очень сильно слон и понравился ему вот белый медведь он на медведи смотрел как он купался и так он знаете еще смотрел на таких животных которые они крупные и допустим как на росомаху она бегает и он на нее смотрит он ее видит а то что она еще так бегает мельтешит в общем ему это интересно и он прям визжал от радости то что вот он ее видит ему так интересно почему она так бегает и он прям за ними наблюдал а вот так когда мы там показывали допустим обезьянок которые сидят либо каких-то еще животных там верблюда показывали виду на верблюда конечно он тоже обратил внимание потому что он большой необычный и он у него прям пальчиком показывал а так в принципе на какие-то маленьких животных на зебру он тоже толком не смотрел в общем у него что понравилось каких-то птиц вообще обходил стороной ему не интересно уточки тем более вообще не интересно ему почему-то было это как-то вот так на лошадей тоже немного посмотрел но так посмотрел и отвернулся потом мы поняли ну ладно не понимает не понимает ну пойдем а так вот девчонки большинство животных тоже спали что львы что тигры спали панды тоже спали медведи спали некоторых вообще мы даже не видели хотя там допустим было написано то что там какой-то медведь его вообще не было даже видно вот они как-то прячутся видимо в тенек потому что день был хотя знаете такое я не скажу что было очень жарко потому что было где-то наверное градусов 20 у нас но не жарко было потому что даже тимку я держала в кофточке постоянно даже на солнышке так что думаю что тимка даже не запомнил где он был и что он видел потому что все таки он еще малова для зоопарка но мне прям хотелось вот съездить куда-нибудь всей семьей как раз муж взял выходной и прям не хотелось прогуляться в общем устала я дома сидеть девчонки и хотелось мне тоже и тимки многое уже что показывать все таки и вообще планирую поездить тоже по москве там по каким-нибудь аттракционам которые есть да да таких вот малышей потому что дома в такую погоду конечно сидеть вообще не хочется хочется где-то гулять что-то смотреть что-то видеть что-то узнавать поэтому мы в общем вот так вот выбрались всей семьей в зоопарк в этот раз от соли и виском и этого у нас а у сапси оручу китаре ступи Продолжение следует... 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 детских учреждениях то есть она как бы безопасно сертифицирована поэтому я как бы из-за это не переживала и заказала конечно же стульчик с покрытием там в принципе можно заказать стульчик и без покрытия то есть будет просто стульчик из древесины а также там есть много различных цветов покраски поэтому можно выбрать под любой интерьер как какую цветовую гамму захотите такую и закажите также там можно заказать дополнительное оснащение это допустим как сделала я я заказала дополнительно получается столик и заказала ограничитель со спинкой потому что малыш у меня еще маленькие до трех лет на таком стульчике как бы желательно чтобы ребенок сидел именно с ограничителем можно без столика но чтобы ограничитель был также там есть различные подушечки на спинку и на сиденья но что-то я не заказала не подумала надо было все-таки наверное тоже заказать и также есть там классные такие наклейки на спинку с именем малыша стульчик кстати девчонки довольно такой тяжелый и я могу сказать что он прям вообще устойчиво стоит ребенок его точно не перевернет сам это как-то мне кажется вообще невозможно потому что он такой знаете достаточно увесистый я даже его передвигаю и прикладываю такие усилия чтобы его передвинуть поэтому малыш точно не перевернет этот стульчик ну и девчонки конечно же доступная цена так как там ценовая политика начинается от 3 900 это растущий стульчик без всяких дополнительных оснащений по поэтому мне кажется цена прям отличная если сравнивать с другими какими-то стульчиками которые сейчас есть на рынке ну и плюс что хорошо здесь конечно же прямая спинка этот стульчик одобрен ортопедами поэтому мне кажется лучше купить такой стульчик чем покупать стульчики где спинка будет круглая поэтому я в общем то и решила заказать этот стульчик и нам в принципе его и хватит надолго но девчонки остались мы стульчиком очень довольны с тимкой тимке тоже очень сильно он понравился но я думаю вы заметили его реакцию на стульчик и вообще на все происходящее поэтому он и просился у меня постоянно на стульчик чтобы я ударе посадила и он там сидел его так разглядывал осталось мне только купить подушечку на стульчик и все будет такой прям полностью комплект а тут я вам показываю то что у меня получается идут такие два сиденья одно сидение с дырочкой это вот именно когда будет этот ограничитель да у меня а когда тимка уже сможет сидеть на стульчике без ограничителя я могу поменять сидушку и поставить эту сидушку без дырочки и снять ограничитель и использовать стульчик потом без ограничителя просто как обычный стульчик либо там как письменный будет он у меня дадам допустим за письменным столиком тимка будет заниматься либо как также и обеденный можно будет использовать за нашим общим столом поэтому девочки стульчиком я осталась довольна обязательно оставлю вам ссылку в описании где я заказывала самого производителя обязательно переходите смотрите я думаю он нужен каждому малышу и каждой мамочки девчонки всем огромный приветик продолжаем с вами этот влог уже на следующий день так как после зоопарка у меня совсем не было сил ничего снимать ничего делать мы просто потом отдыхали он так на меня смотрит потому что я когда пальчего додеваю он думает что это не я что ли в общем так меня всегда разглядывает и пытается их снять так проснулись мы сегодня в общем очень рано да и вообще он сейчас почему-то очень рано встает видимо может быть потому что жарко дома душно может быть из-за этого в общем постоянно сейчас встает в 7 часов мы сегодня с ним поедем в поликлинику но поликлиника они у нас на районе в общем мы поедем на другой район и поедем к зубному потому что у зубного мы еще ни разу не были пытается снять я сейчас не мой я сниму чуть не снял у меня патчи но тимур не надо снимать вот так что мы сегодня поедем в новом потому что мы еще ни разу не были надо было уже в годик сходить ну в общем как то мы все не могли доехать но сегодня вот мы с ним поедем обязательно дать им а потом уж дальше посмотрим что будет в этот день буду вам все снимать так девчонки у нас сегодня завтрак вот такой вот у меня творог со всякими фруктами у тимки каша овсяная с фруктиками также папа варил сегодня яички с утра в общем и нам тоже оставил может быть еще яички покушаем и у тимки чай у меня чай ну в общем вот такой вот завтрак погода у нас сегодня отличная прям вообще очень тепло с самого утра так что погода прям вау-вау можно гулять гулять мы уже идем домой еле-еле тащимся и он и я усталиваю в общем девочки без коляски конечно очень сложно зашли вот еще в детский мир купили покупочки вон у меня какой сегодня деловой вы посмотрите сейчас дойдем до дома покажу вам покупки надо его сейчас уложить еще будет спать он уже все уже капризничает хочет бабочки да вот просится на ручке давай пошли так девчонки ну что мы дома тимку я уложила в общем спать он тоже очень сильно капризничал видимо он так вымотался в общем как у нас получилось у нас была запись на 10 20 к стоматологу естественно мы выехали раньше то есть за минут 40 где-то до до нашей записи и мы приехали где-то было 10 10 я думаю ну хорошо как раз 10 минут и быстренько зайдем быстренько сделаем сходим детский мир и поедем домой по итогу как получилось я сижу 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 там еще две девушки сидят тоже с малышами я у них спрашиваю у вас насколько запись у одной вообще записи не было она говорит я пришла по живой очереди когда меня позовут тогда позовут 2 говорит то что у нее на 10 оказывается запись а мы сидим уже время где-то 10 25 я говорю вы туда заходили она говорит нет я говорю почему вы не заходите она гонут на мальчик зашел ла-ла-ла в общем я буду ясно понятно в общем видимо этому там мальчику лечили зубы и все в этом роде и девочки я тогда сидела до 11 часов потому что пока вышел этот мальчик пока зашла эта женщина у них хорошо что у них тоже у нее ребенок два годика ее вообще там быстренько посмотрели и потом сразу же зашли мы но мы нашли получается где-то в 11 у меня тимка весь извелся мы эти 40 минут нет 50 минут получается мы 10 10 туда если приехали в общем он все капризничал я его всяко пыталась там развлекать а там знаете свет такой еще там не светло вот как на улице либо если бы белый свет горел да там вот этот желтый свет и кажется то что в помещении ужасно темно он у меня весь извелся не знают куда себя деть я его попыталась и пюрешкой покормить я с собой специально взяла думаю что соску соску не берет не хочет в общем никак не могла его отвлечь в общем весь он у меня из капризничал саму туда зашли они ему давай смотреть в общем зубы да ну смотрят и орет орет все равно конечно же будут смотреть потому что но ребенок любому будет плакать да у зубного я вспомню себя как я плакал дык вот там еще получается его довели и все вот он такой вот капризные вообще еле еле я потом его в общем успокоила но вот девочки я вообще все могу понять я вообще человек такой да как бы как сказать могу подстроиться под каждую ситуацию но я ужасно ненавижу не пунктуальных людей ненавижу я ненавижу ждать если я записана в 10 20 я должна зайти в 10 20 я все понимаю 10 минут 15 минут но не 50 минут я должна сидеть в очереди и когда я вообще зашла эти врачи таки ой а вы это насколько его на 10 20 и таки ой а что это вы так долго сидели его смысле а кто-то назвал его мы стучались на 10 часов человека не пускали меня уж тем более конечно же в общем и такой вид делают невинный типа ой да ой да а хотя их там два врача две кушетки то есть эти два врача могли один лечит другой как бы мог позвать там посмотреть у нас ничего такого нам зубы не надо лечить и нас просто надо было посмотреть в общем я просто ужасно пунктуальный сам по себе человек и я ненавижу опаздывать и ненавижу когда кто-то опаздывает и ненавижу когда если у меня есть запись и я должна зайти по этой записи то я должна затем по этой записи я не знаю девочке это объяснить нам м害 постоянно это вот злость от этого что все делается не так как надо вот мне это ужасно бесит особенно в поликлиниках так ну постоянно но чаще всего ну ладно 15 минут я Я еще согласна, там может мамочка заговорить, да, врача, многое что поспрашивать, но, блин, но не больше, но не 50 минут, в общем, вот, опять ужасно мы сходили в эту поликлинику, ну, что мне, в общем, там сказали, сказали то, что надо от соски вообще отказываться, хотя прикусу все более-менее нормально, есть небольшая щель у нас тут между зубов, но она должна к 7 годам стянуться, в общем, она говорит, Так, вот, именно от соски у нас, девочки, латексная соска, латексная соска, она говорит, что это ужас ужаснейший, что вообще ее нельзя использовать, вообще не надо ее детям давать, потому что она в себя все впитывает, бактерии все сидят внутри соски, хоть вы ее кипятите, не кипятите, от этого она и разбухает, то есть вы покупаете, она такая маленькая, а потом по истечению какого-то срока, да, малыш ее сосет-сосет, И она набухает, потому что, говорит, там все эти поры открываются, все там, все эти бактерии сидят, в общем, поэтому, говорит, лучше вообще не использовать, и тем более круглую уже в нашем возрасте нельзя, даже, говорит, годы уже нужно убирать вообще круглую соску, потому что у малышей меняется рефлекс глотания, И то есть, а если вы до сих пор будете ему давать вот такую круглую соску, он, в общем, останется в том времени, в младшем времени, или как это сказать, да, не будет учиться по-новому, не будет учиться новым рефлексам, вот, сглатывания и так далее. Вот, и плюс еще то, что влияет соска, типа, на речь, влияет на прикус, и то есть от этого влияет потом и на речь. Вот до нас, типа, была девочка вот этого, да, женщиной она была, два года этой девочке, и у нее зубы верхние ушли вперед, потому что она сосала до двух лет соску, и соску вот такую вот, как бы, круглую, как я поняла, потому что она мне поставила ее в пример, вот, типа, вот, посмотрите вот на эту девочку, от того, что мама долго не отказывалась от соски, и использовала неправильную соску, у нее зубы ушли вперед, и девочка сейчас толком не разговаривает, говорит очень мало слов, потому что прикус неправильный, речь неправильная, в общем, вот. В общем, девчонки, либо нужно избавляться от соски, либо даем ему силиконовую соску, и она такая вот тоненькая, я сейчас вам покажу, кстати, я такую купила, вот такая вот тоненькая, но не круглую никакую, если он эту соску не берет, то все избавляйте, говорит, вообще от соски, то есть вообще отучайте, со слезами, но, типа, нужно отучить. Ну, в общем, девочки, я за это сейчас возьмусь, потому что я вот купила соску, мы ее попробуем, если нет, то буду отучать, вот, я так решила, так что, вот так, сейчас покажу вам покупки. Так, давайте пробежимся по покупкам, значит, салфетки влажные взяла, как обычно, BabyGo, уберем 90 рублей, постоянно они стоят 120 штук, тут в одной пачке, вот такие вот две пачечки взяла, вот эта соска, она вот так вот выглядит, есть еще у меня одна, она совсем прямая, я тоже вам сейчас ее покажу, в общем, от 6 до 18 месяцев, вот видите, тоже до 18, то есть, я думаю, где-то до полутора лет мы все-таки соску используем, если, конечно же, он ее возьмет, если нет, то все, буду уже точно отучать. Дальше взяла такие две ложечки, в общем, наши ложечки уже такие потемнели, поэтому я захотела заменить, ну вот, одна чуть побольше здесь идет, другая поменьше, у нас такие были, кстати, ложечки, в принципе, хорошие. Так, взяла, девчонки, паильник, вот такой вот непроливайка, у нас тоже паильник уже такой нехороший стал, и соска у него прокручивается, и Тимка ее погрыз немножко, поэтому, в общем, взяла новый, вот такой вот с ручками, и также, девочки, взяла кружку, вот такую вот кружку, только там была почему-то кружка только с одной ручкой, вот я хотела, чтобы было с двух сторон, ну, думаю, ладно, ничего страшного, в общем, хочу уже Тимку приучать тоже к кружке, он, в принципе, у нас иногда из нашей кружки немножечко пьет, вот, но, думаю, то, что нужно приучать уже его к собственной кружке. Также, конечно же, взяла смесь, нам мы сейчас пьем вот такую вот опти-про, троечку, она стоит сейчас 1100 рублей, кстати, паильник взяла за 249, кружка за 300 рублей, салфетки 90-90, соска 239, ложки 239, вот такой вот мыльный пузырь взяла, в общем, опять ему большие пузыри, вот сейчас проснется, попробуем с ним, и здесь такой этот молоточек, в общем, захотела такой взять, ну, как бы и игрушка останется, вот этот вот молоточек писклявый, и плюс также еще мыльные пузыри, и девочки, взяла ему вот такой вот мячик, мимимишки, вот, он любит это тоже мультик, иногда прям залипает на него, в общем, взяла вот такой вот мячик, он прыгает вообще классно, вот, они с папой тут начали у нас в футбол играть, ну, как в футбол, конечно, папа держит его за ручки, ходит, а он ножками пинает, вот, я взяла ему мячик, будем учиться играть в мячик, вот, он стоил 250 рублей, где-то так, недорогой, в общем, мячик, и тут, девочки, в общем, я забрызгала у Тимки футболочку, вот этим вот пятновыводителем, кстати, классный пятновыводитель, я им пользуюсь с самого рождения у Тимки, вот, в общем, Тимка кушал пюрешку, и когда капризничал, в общем, все у него полилось, вот тут такое пятнышко, надеюсь, то, что отстирается, потому что пюре было из персика, вот, я переживаю, блин, то, что не отстирается, а футболочка новая прям, так, девчонки, в общем, приготовила Тимке я обед, здесь, в общем, у меня говядина, лук, морковь, помидор, все это дело я потушила, сейчас мясо пропускаю я через блендер, потому что Тимка кусочками мяса не кушает, он всегда выплевывает, в общем, поэтому я вот так вот хитро делаю, чтобы он хотя бы более-менее кушал мясо, в общем, пропускаю чуть-чуть через блендер, он получается такими, как волокнами, можно так, наверное, назвать, также сделала пюрешку, пюрешку я сделала и на Митимке, в общем, всем вместе, тут я еще поставила, надо прокипятиться, вот мне новую соску, новый паильник, в общем, я всегда так кипячу, и вообще стараюсь и бутылочки, и соски часто кипятить, вот не знаю, помогает это ли или нет, но все-таки мне кажется, что намного чище становится, так что вот так вот кипячу еще, надо старенькую бутылочку у него тоже прокипятить, из-под молока, который он молоко, из которой пьет. Нефтенки, я не знаю, вы так кушаете или нет, но я обожаю, вот пломбир, и разминаю вилкой клубничку, и, в общем, это такой классный десерт получается, мы прям летом с мужем вообще обожаем так кушать, я прям не знаю, готова есть и есть, блин, конечно же, часто так мороженое кушать нежелательно, но, блин, так хочется летом что-нибудь вот такое вот вкусненькое, прям вообще обалдеть просто. Девочки, небольшая закупка овощей, как обычно, каждую неделю у нас закупка происходит, примерно так, неделя-полторы, вообщем, муж взял картошку, сейчас она стоит 75 рублей, дальше баклажаны, кабачки, он цену не помнит, потом, значит, взял он индейку, индейка тут где-то полтора килограмма, 460 вышла, потом вот такие вот огурчики мы всегда берем, пупорчатые, вкусненькие они, лимончики, помидоры, как всегда узбекские, красные, такие вот вкусные они, морковка, редька, вот я люблю делать салатик, как, знаете, cold slow, редька, морковка и заправляем майонезом, и очень вкусно получается, потом такие яблочки красненькие, тоже сейчас часто очень берем, Тимка хорошо кушает, грызет сам, вообщем, такие вот, по ценам девчонки он не помнит, но вообще мужчины такие, да, им свойственно, что они на цены вообще не обращают внимания, это если я вхожу в магазин, то я всегда смотрю на цену, то мужа у меня нет, так, и клубника, клубника, она сейчас стоит 300 рублей, но зато, девочки, хотя бы клубника стала вкусная, у нее есть какой-то вкус. Так, девочки, в общем, все убрала в холодильник, все разложила, нарезала вот кабачок Тимке, сейчас он чуть постоит, высохнет, потом тоже его заморожу, и вот так вот, девочки, сейчас индейку сделала, вот такими кусочками нарезала, и, в общем, буду вот так вот замораживать в этих пакетиках, не стала я замораживать в обычных, как я раньше делала, там мясо положила, завязала узелком, потом еще мясо, опять узелок, еще мясо, в общем, решила я замораживать вот так вот в пакетиках и сейчас вот сложу туда морозилку сейчас положу вот так вот и как бы она хорошо замораживается вот так вот пластом и потом когда зип замок открою то в принципе более менее можно достать один кусочек я так делала с говядиной кстати и было все хорошо так что вот так вот сейчас заморожу его так девчонки вот такая вот вкуснота получилось у тимки горошек добавила яичко сейчас будет он кушать так долго спал даже щечку отлежал так хорошо спал давай горошек молодец будем кормить малыша на сыночек надеюсь ты мясо не будешь выплевывать да мы вышли на вечернюю прогулку немного прогуляться перед сном тимка вот такой вот у меня сейчас деловой руку мне не дает когда ходит вот прям знаете отбрасывает руку и все идет сам вперед но на сегодня девочки я уже с вами попрощаюсь спасибо вам всем огромное за просмотр и за ваши лайки комментарии обязательно буду вас ждать всех новых видео всем до скорой встречи и пока пока